Добрый день, добрый день, дорогие весы! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на март 2024 года. Итак, дорогие весы, какой же будет для вас март месяц в этом сложном 2024 високосном году? И, конечно же, здесь у меня к вам встречный вопрос. Как вы провели февраль? И если же ваш февраль был очень напряженным, а вообще не дипломатичным и получился совсем не таким, каким вы его планировали, то тогда первая неделя марта, к сожалению, будет эмоционально накаленная, напряженная и даже агрессивная. Да, вот такой мотив будет ваших всех дел, поэтому, если же вы в начале марта чувствуете, что вы накалены, что вы не расслабились, не внедрили все то, что хотели, у вас такое чувство досады и кому-то насолить, остановитесь. Первую неделю марта даже чуточку больше будет сложновато. Начнет отпускать только с 9 марта, и здесь, конечно же, нужно быть немножко, я бы так сказала, дипломатичнее, энергию в себе задержать для того, чтобы потом не уйти в разрушение, в саморазрушение, да. И здесь, конечно же, понимаете, что если же все-таки февраль у вас удался, в принципе, вы делали, вы старались, у вас получилось, вы потихонечку продвинулись к своим целям, куда вы идете, к своей реализации, да. То есть вы как раз-таки обрели тот капитал связи, который вам необходим, нашли нужных людей, то есть у вас новые партнеры, у вас новые изменения в работе, они такие достаточно позитивные, и все это случилось с вами в январе и феврале, тогда, конечно же, первая неделя марта будет такой яркой, активной и динамичной. И здесь все зависит от того, какие вы весы по жизни. Вы сомневаетесь, переживаете, то есть уходите в негатив, или же вы все-таки борец, который, если не получилось, вы продолжаете, начинаете делать, начинаете внедрять, вкладываете в свое дело, которое приблизит к вас к реализации, к улучшению вашего будущего. Еще раз хочу сказать, дорогие весы, если вы ставите на кон только финансовую сторону успеха, это такая ловушка, да, необходимо все-таки вам смотреть и душевную чашу весов, которая у вас все-таки есть. И здесь нужно понимать, насколько вы будете душевно рады той цели, к которой вы идете, да, например, вы решили построить тот или иной бизнес, и вы понимаете, что достигнув того, вас, в принципе, это радостнее не сделать. Ну да, вы заработаете много там денег, а радости нет. Поэтому здесь необходимо как раз-таки искать ту самую золотую середину, чтобы понимать, чтобы и душе было максимально приятно, красиво, радостно, хорошо от того, чем вы занимаетесь, то есть чем вы зарабатываете на жизнь. И, конечно же, чтобы ваше дело приносило финансовый успех, да, для того, чтобы эта энергия шла, и вы культивировали вот это вот все в себе, и могли себе позволить ту самую красивую жизнь, которую вы хотите, которую вы заслуживаете, в принципе, почему бы и да. Поэтому, да, мои дорогие, здесь внимательно оценивайте свое внутреннее душевное состояние. До 12 марта оно будет такое, захочется все легко, быстро разрушить, то есть Венера будет находиться в водолейском знаке. И здесь, конечно же, понимаете, что энергии и легкости будет много, но при этом эта энергия будет пламенеть, как спичка, да, и здесь четко понимаете, что все ваши действия, все ваши действия, которые вы приложите в этом году, в конце года, ну, как там все говорят, год кармы у нас, да, ну, ребят, на самом деле, вы знаете, что в этом году кармические узлы как раз-таки проходят ось Овна-Весы, да, и на самом-то деле в январе 2025 года они меняют знак на Девы-Рыбы, и здесь понимаете, да, что к концу года вы будете пожинать плоды всех своих действий. Были ли эти действия классные, усердные на работу, либо же это было просто лежание на диване, вы ничего не внедряли, то есть были это благоприятные события, которые вы создали, или же это негативные события, да, то есть с кем-то вы построили отношения, либо наоборот с кем-то вы поругались, пошли по рознь, и здесь, конечно же, дорогие Весы, такая очень интересный момент для вас в принципе, потому что такой кармичный момент для вас, то есть вы легко можете своих друзей превращать в своих врагов, и это такая вот история, с которой, ну я бы так сказала, задача всей жизни, весовская, да, то есть из тех отношений, которые вам не нравятся, нужно сделать те отношения, которые нравятся, потому что точно так же вы можете всех своих врагов превратить в своих друзей, и здесь просто нужно найти вот этот вот самый вот сонастройку душ пройти, и найти вот этот самый, как я люблю говорить, винтик к этому болтику, да, для того, чтобы договориться, потому что вы все прекрасно понимаете и знаете, что вы потрясающие коммуникаторы, вы можете договориться со всеми, и когда вы договариваетесь, когда вы как раз-таки строите те самые партнерские, либо дружеские, либо семейные, либо любовные отношения, тогда у вас в жизни все начинает классно идти, как вам надо, и вы идете к своему успеху, который жаждете. Поэтому, да, мои дорогие весы, я вам так хочу сказать, что март месяц, с 12 марта Венера переходит из водолея в рыбы, и это как раз-таки тот самый прекрасный момент, когда вы сможете и договориться, когда вы сможете урегулировать и финансы в том числе, когда вы сможете в себе найти, я бы так сказала, тот самый мотив для того, чтобы наконец-то начинать разбираться в том, в чем вы хотите, да. Напомню, что в марте у нас еще коридор затмений, и да, коридор затмений будет, представляете, на оси овновесы. Ну, то есть это не просто так для вас мартовский месяц, да, это месяц как раз-таки глубоких таких осознаний, где вы правы, где вы не правы. Возможно, вы куда-то идете и заблуждаетесь, возможно, вы не видите то, что вы хотите увидеть. И это такое нормально, все мы ошибаемся, все мы иногда идем не туда, куда надо, но необходимо в жизни понимать определенные вещи и свои ошибки, ну, как бы находить. Это помогает для того, чтобы укрепить свой бизнес, построить ту самую работу и те самые отношения, потому что, дорогие мои, если у вас нет отношений, это сложно построить работу. Не то, что там у вас должна быть вот такая картинка для всех, публичная, да, потому что публичная картинка очень частая история для весов, когда вот вроде как нужно сказать всем, что у меня вот так все хорошо, но только чтобы вот не лезли, чтобы вот в душу не залазить, чтобы не задавали те самые вопросы, от которых самим сложновато, да. И здесь, конечно же, понимаете, что чем больше вы этих вопросов в свой адрес услышите, тем оно лучше, ну вот правда, вот уж лучше, правда, какая она есть, чем лезть, чем самообман, так только топчетесь на месте, просто поймите, что вам нужны. Уж лучше пусть картинка для всех будет никакая, но у вас будут классные, душевные, теплые отношения, и вы будете столько энергии, эмоций там черпать, и ваша жизнь будет такая прекрасна, и вы даже не представляете, насколько вы будете таким собранным человеком, вот вам будет казаться, что вы такое единое целое, что вот прям вот в жизни вот все классно, потому что именно с этих отношений, когда именно вы душевно с человеком счастливы, без всяких там поисков измен, чего-то другого, нахождение каких-либо скрытых историй, бывших историй, прошлых историй, вот когда вы прям понимаете и принимаете, какой рядом с вами человек, какие есть вы, тогда ваша работа начинает идти в гору, тогда ваше воспитание детей начинает, само собой, как-то урегулироваться, да, тогда вы начинаете заслуживать все самые, идете в прямом смысле к тем самым почестям, которым вы давным-давно хотите прийти, но почему-то не можете, ощущение, будто вы не наоборот в гору идете и прилагаете все больше и больше усилий, да, а вы как будто прилагаете больше усилий и скатываете с них, потому что вот она, мудрость, философия и такая основная, базовая, мощная кармическая задача весов, которую, ну, весы упорно не хотят видеть, почему? Потому что весы являются таким публичным знаком зодиака, на самом-то деле, это тот знак зодиака, который всегда хочет быть на виду, чтобы его постоянно обсуждали, чтобы это были новости, желтая пресса про них, без разницы что, да, то есть этому знаку скучно, когда про него не говорят, и здесь, конечно же, понимаете, что именно это и есть та самая ловушка, в которую вы постоянно попадаете и топчетесь на месте, потому что вы по жизни в большинстве своих случаев выбираете обертку, нежели начинку, начинку, выбирайте начинку конфетки, нежели обертку, и эту философию вам необходимо понять, перестаньте быть сороками, которые только на блескучке идут, сложность у вас от этого, от этого, потому что когда у вас будет как раз-таки эта самая начинка, и она будет вам нравиться, вы будете от себя кайфовать, то и ваша обертка станет просто самой притягательной для всех, и, конечно же, ваша работа и реализация, они будут идти вот прям невероятно феноменально в гору, и будете потом говорить, ну как же так, а вот так, вот это такой секретный ингредиент и философия для весов, скоро выпущу большое видео про весов, про знак зодиака, какой вы знак зодиака, плюсы и минусы, достоинства, недостатки, которые обязательно нужно превращать в достоинства, для того, чтобы просто классно по жизни жить. Ну а пока возвращаемся, в этот раз по-другому начала, начала сначала с кармы, с любви, да, и с работы, закончим работу. Кстати, что касается, что касается любви, то первая неделя марта, может быть, романтичной, с тусовками, с гуляниями, со свиданиями, такое очень эмоциональное время, подъем такой энергии. Конечно же, с 12, с 12 марта Венера меняет знак и становится более такой душевлой, теплой. Уже не будет столько много энергии, эмоций, поэтому здесь как-то вот уже можно будет проникнуться душой. И с 17, с 17 марта до 25, здесь, конечно же, такой момент, когда можно стабильно, активно с партнером вместе договориться, настроить план на будущее, построить время для хороших покупок, время для хороших вложений, для того, чтобы было прям хорошо, для того, чтобы прям получилось как надо и как хочется. И здесь будьте аккуратны в тратах, потому что Венера все-таки она в рыбах и может растратить все, просто вот захотелось и купилось, вот так вот, да. Но при этом в соединении с Сатурном делайте все-таки полезные покупки, покупки, которые все-таки статусные, покупки, которые останутся с вами надолго и покупки, которые, я бы так сказала, вложения. Ну, то есть предпочтите, например, какой-то ширпотребной вещи, какую-то хорошую вещь, которую вы будете как минимум и носить, и потом вы ее можете, в принципе, продать. Тоже, в том числе, хорошее вложение. Кто сказал, что вещи, сумочки не могут быть вложениями? Могут. Главное, относиться к этому хорошо и достойно. Можно делать вклады, покупать ожерелье в том числе, вложения. Поэтому, да, здесь, понимаете, ну и, конечно же, в коридор, коридор затмений с 25 марта по 8 апреля. И я не рекомендую вкладывать очень много денег для того, чтобы, ну, не прогореть. Потому что история здесь такая достаточно сложная, не начинать, в принципе, новых дел. И вот и плавно мы переходим в работу, да. Коридор затмений у нас. И это не тот коридор затмений, когда необходимо внедрять максимально много. Вот если вы смотрели меня осенью 23-го года, я бы говорила, вон там коридор затмений, там можно, вот прям все нужно внедрять, очень много аспектов, событий. Что сделать, и все получится в десятикратном объеме. То есть сейчас коридор затмений нет. Мы доделываем старые дела, закрываем старые проекты, выбрасываем мусор. Если пришла, ну, то есть пора, заканчиваем те отношения, с которыми вы понимаете, ну, они токсичные, они неприятные, или же вы не хотите в них разбираться. То есть получится расстаться, получится расстаться эмоционально в принципе. Но постарайтесь быть дипломатичны. Все-таки вы весы и дипломатия, это ваш конек, да. Что касается работы, то в этот март, в этот март до 12, до 12 марта прекрасное время для того, чтобы запускать инновационные проекты, активные проекты, проекты, которые настроены для того, чтобы наш мир стал лучше, да, то есть для того, чтобы благоустроить этот мир. Все, что связано с быстрой реализацией, все, что связано с хайпом в том числе, только будьте аккуратны, до 9 марта с хайпом-то не играйте. Можно очень сильно испортить себе репутацию, и потом получится вот прям некрасиво и долго придется ее исправлять. Ну поэтому до 9 марта будьте аккуратны с хайпом, с трендами, как это сейчас, да, модно. И потом, пожалуйста, внедряйте с 12 марта прекрасное время для реализации творческих проектов, для духовных, музыкальных проектов, для путешествий, для поезда, для командировок в том числе. И, пожалуйста, ездите, естественно, составляйте себе четкий, прекрасный, красивый план, придерживайтесь его, по крайней мере, старайтесь, будьте пунктуальны, будьте точны. И здесь, я бы так сказала, такая очень интересная история у весов, которые, к сожалению, к сожалению, вы иногда бывает, вы иногда бывает пренебрегаете. Итак, хорошее время, хорошее время с 25 марта определить свой реальный такой план по жизни. Что вы хотите сделать в глобальном плане? Глобальная ваша реализация какая? Что вы хотите в этом мире создать, построить, сами реализоваться как личность? Возможно, вы хотите стать потрясающей мамой или папой детей, тогда сделайте упор на воспитание. Вспомните те моменты на воспитании, конечно же, на все свои прошлые травмы, обиды, которые вы долго не могли пережить со своими родителями. И здесь, понимайте, что в этот коридор затмений как раз-таки прекрасное время сделать такую, я бы так сказала, работу над ошибками. То есть, если смотреть в ретроспективе, да, что у вас было, то коридор затмений с 25 марта прекрасно бы поработать над своими прошлыми моментиками для того, чтобы пойти в будущее. И если же это проект, который вы, например, начинаете в середине марта, то тогда, пожалуйста, пожалуйста, прекрасно делайте до 25 марта. 25 марта у нас с вами полнолуние, это как раз-таки лунное затмение, начинается коридор затмений, да, ну, чтобы вы ориентировались. И здесь понимаете, что все, что создано до 25 марта, в марте, вы можете очень классно продолжить в коридор затмений, но не начинайте ничего нового в коридор затмений. Можно наметить себе план, можно проделать такую большую глобальную работу для своей же реализации, но нужно прям четко, честно, честно себе отвечать, чего же вы хотите в жизни, в работе, какой вы хотите видеть свою личную жизнь, отношения, отношения с детьми, отношения с родителями. Вот прям будьте максимально честны перед собой, потому что у вас есть вот эта вот иллюзорная справедливость, когда вы пытаетесь балансировать на весах, а по факту то, что есть в душе, как-то вот оно вот, лишь бы только не заметили. Обратите внимание на свою душу, какая она у вас есть, куда вы идете, куда вы идете своими действиями. И здесь, пожалуйста, понимайте, что просто так ничего не бывает, и если у вас не получается очень долго что-то, значит вы что-то где-то не догоняете. И этот момент бы в коридор затмений очень классно постичь. Дорогие мои любимые весы, вот такая интересная философия. В этот март 24-го високосного года, год для вас на самом деле будет сложноватый, год осознаний, и не просто осознаний, вот таких вот я вот осознаю, год еще обязан быть именно с действием, необходимо выполнять и двигаться в тот самый, я бы так сказала, в то самое направление, куда вы идете. Поэтому будьте честны с собой, отвечайте себе на свои же вопросы или на вопросы судьбы честно, и тогда у вас все классно получится с кармой, с реализацией, с личной жизнью. Дорогие мои, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно задавайте вопросы под видео, если они у вас остались, обязательно с пометкой дата, время и место вашего рождения. И собственно сам вопрос четкий, и я в режиме свободного времени на него отвечу. По классике в конце актуальны ролики. И конечно же увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok